МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На своем поле в Лиссабоне на Эштадио Де Луж принимает итальянский Интер. В составе команд Венфика в воротах первый номер Хосе Морейро. В поле второй Мигель Армандо Са, четвертый Луизао. Под 23 номером играет Луиз Мигель, 33 номер Рикардо Роша, 6-й Армандо Петит, 20-й Симао Саброза, 30-й Тьяго, 10-й Златко Захович, 11-й номер Жоу Ванни и 25-й номер Томислав Шокота. Миланский Интер, который сегодня играет в белых футболках и черных трусах. Первый номер Франческо Тольда в воротах, 15-й номер Даниэль Адани, 17-й Фабио Коннаваро, 2-й Иван Кордоба, 4-й Хавьер Дзанетти, 14-й номер Франсиско Форинос, 13-й номер Томас Хельвек, 19-й Георгия Скарагунис, 6-й Кристиана Дзанетти, 30-й Обафеми Мартинс и 20-й номер Альваро Рекоба. Вот первый опасный момент в матче создает Бенфика. После стандартного положения следует удар головой, но мяч в створ ворот не попадает. Повтор момента. Действительно удар получился очень опасным, и такое впечатление, что Тольда мог бы и не успеть парировать этот мяч, попадя он в створ ворот. Бенфика начинала свой еврокубковый путь с Лиги Чемпионов и проиграла в третьем квалификационном раунде итальянскому Лацио. 1-3 в гостях, 0-1 дома. Затем в Кубке УЕФА в первом раунде был побежден бельгийский клуб Ла Лу Вьер. 1-1 в Бельгии, 1-0 Бенфика выиграла на своем поле. Во втором раунде Бенфика разгромила норвежский Мельде. 3-1, 2-0. А вот в третьем раунде помучилась с норвежским Русенборгом. 1-0 выиграла дома, а в гостях проиграла 1-2 и прошла в следующий круг в 1-8 финала лишь благодаря голу, забитому на выезде. Ну, Интер, как и Бенфика, стартовал в Лиге Чемпионов. Правда, не с квалификационного раунда, а с группового. И вот как раз в своей группе итальянский клуб занял третье место. Не попал в 1-8 финала Лиги Чемпионов, а попал в 1-8 финала Кубка УЕФА. Если вы помните, Интер играл в одной группе с лондонским арсеналом, московским локомотивом и киевским Динамо. Как раз локомотиву Интер крупно проиграл в Москве. 0-3 дома не сумел взять реванш 1-1. Неудачно сыграл в гостях с киевским Динамо 1-1. И это как раз ничья выбила Интер из Лиги Чемпионов. Кроме того, очень неудачно итальянский клуб сыграл с арсеналом на своем поле, проиграл 1-5. А вот начало группового турнира для Интера сложилось более чем здорово. В гостях в Лондоне Интер разгромил арсенал 3-0. Затем выиграл у киевского Динамо 2-1. И вот как раз поражение от локомотива видимо каким-то образом итальянцев сломило. Ну там были еще и тренерские отставки. Эктор Купер покинул свой хост. Поскольку Интер не очень удачно выступал в чемпионате Италии. Бенфика на первых минутах владеет преимуществом и не успевают. Итальянские защитники частенько не успевают остановить своих оппонентов без нарушения правил. Только что Хельвик сфалил на Симаус Аброзе. Еще одно стандартное положение. Высокие защитники пришли в чужую штрафную площадь. Подача. Тольда на выходе играет безупречно. Но Тольда вообще один из лучших голкиперов в Европе. Вице-чемпион континента в составе сборной Италии. Бенфика продолжает лупить поворотом со всевозможных дистанций. Не всегда в створ попадает. Но тем не менее напряжение у ворот Миланского Интера растет. Понятно, что итальянцев ничья здесь на штадио Далуш устроят вполне. А Бенфике нужно побеждать причем по возможности в сухую. Для того чтобы с хорошим заделом ехать на ответный матч в Италию. Посмотрите, какие чудеса продолжает творить Тольда. Уже упав влево, он парирует мяч ногой. После удара, по-моему, Жо Ванни. Смотрим повтор этой очень быстрой классной комбинации. Которую разыграли футболисты Бенфики. Нет, это не Жо Ванни был. Это защитник сборной Португалии. Мигель, второй номер, оказался на позиции центрального нападающего. И чуть было не открыл в этом матче счет. Оно уже на 12-й минуте. Главный арбитр встречи Ян Вегереев показал первую желтую карточку одному из футболистов Интера, а именно датчанину Томасу Хельвигу. Это, наверное, тоже является иллюстрацией того преимущества, которым на первых минутах матча владела Бенфика. Ответ Интера. Мартинс берет инициативу на себя, проходит двоих, получает по ногам и зарабатывает штрафной удар. Ну вот здесь вот Вегереев обходится без предупреждения. Хотя, в общем-то, фолл был очевидным. И нервничает Хосе Морейра. Голкипер Бенфики. Альваро Рикоба у мяча. Ругваяц вполне может ударно выполнить штрафной, так что мяч влетит в сетку, но не в этот раз. Мяч пролетает над перекладиной. Рикоба один из лидеров Интера. И является им, в общем-то, уже достаточно давно один из самых результативных, один из самых ярких футболистов. Удары за пределы штрафной. Морейра уверенно мяч ловит. Ну, Интер, по крайней мере, чуть-чуть отодвинул игру от своих ворот. Перевел ее даже на чужую половину. И начинает потихоньку атаковать и сам. Вот еще один выпад итальянцев. После рикошета мяч улетает за лицевую линию. Угловой удар. Это греческий легионер Интера Карагунис, который не так часто появлялся в основном в составе итальянского клуба. Конкуренция в средней линии Интера достаточно высока. Ну, а Карагунис зато был вызван в сборную в Реции на чемпионат Европы и стал одним из героев первенства континента. Угловой удар не приносит Интеру ничего. Правда, на подборе итальянцы получше смотрелись. Карагунис зацепился за мяч и заработал штрафной удар. Так, Жоуанни, одиннадцатый номер Бенфики, толкнул Карагуниса в спину. Конечно же не согласился с арбитром, но его мнение в данном случае никто не спрашивал. Подача. Жесткая борьба в штрафной площади. И мяч достается защитникам Бенфики. Симао, один из самых активных португальских футболистов. Начинает атаку своего клуба. Но Тольда по-прежнему здорово действует и на линии ворот, и на выходах. Шок оторвался к мячу. А нет, извините, Шок это делал передачу штрафную. Такой наброс. Но Тольда замысел хорватского нападающего разгадал. И вовремя вышел из ворот. Опасный момент может сейчас возникнуть у ворот Интера. Удар. Защитник ложится под мяч. И всего лишь угловой. Да, Бенфика поинтереснее смотрится в атаке. Нервничает наставник итальянцев. И есть от чего. Очень близки португальцы к тому, чтобы открыть счет. Угловой удар с правого фланга выполняется. Тольда не смог сыграть на выходе. Не дали ему этого сделать. Многочисленные футболисты. Скотнившиеся в штрафной площади. И Ян Вегереев решает конфликт. Не перебегая к помощи желтых карточек. Да, здесь. Адани и Луизау схлеснулись. А это Хосе Антонио Камачо. Испанский наставник Бенфики. Который спустя несколько месяцев буквально возглавит испанский Реал. Бенфики стараются как можно чаще бить по воротам Тольда. И со средних, и с дальних дистанций. Но пока безуспешно. Пока либо мяч летит рядом со штангой. Либо здорово играет итальянский вратарь. Резкая контратака Интера. Завершается ударом Альвара Рикобы. Защитника он убрал просто здорово. А вот удар точным не получился. Попытался Рикобы закрутить мяч в дальнюю девятку. Но в створ не попал. Вегереев не останавливает игру. Интер продолжает владеть мячом на чужой половине. Не очень точные передачи. Тем не менее. Тем не менее атака Интера продолжается. До тех пор пока испанский легионер итальянского клуба Франсиско Форинос не нарушает правило 38 минута. Форинос получает желтую карточку. Армандо Пикит оказался пострадавшим. Опорный полузащитник Бенфики, который чаще сам правило нарушает. Но сейчас сфалили против него. Подходит к концу первый тайм. Счет не открыт. 0-0. И в общем-то это должно Интер устраивать. Поскольку возможности для контратак у команды есть. И удается пока не пропустить еще один дальний удар и еще один рикошет. Это Тьяго. 30-й номер. Пробил и за штрафной. Будущий футболист Лондонского Челти, кстати говоря. Очень много стандартных положений выполнили футболисты Бенфики в первом тайме. Но ни одно из них не завершилось взятием ворот. Хотя вот сейчас вот очень близки были футболисты Бенфики к тому, чтобы счет открыть. Там даже не столько Тольда здорово сыграл, сколько итальянцам банально повезло. Вот повтор этого эпизода. Не сумел Тольда зафиксировать мяч. И лишь защитники вынесли его фактически с линии ворот. Бенфика чувствует слабости соперника в обороне. Чувствует, что с Интером в таком состоянии вполне можно и нужно играть и бороться. Еще одну атаку раскручивает Симаус Аброза. Тольда намертво ловит мяч после этой передачи с левого фланга в исполнении Жоу Ванни. Очень активно, кстати говоря, фланг у футболиста Бенфики. Что Симаус Аброза, что Жоу Ванни. А вот Златка Заховича мы с вами не так часто видим. Лидер сборной Словении. Похоже, уже не может набрать той формы, которую он демонстрировал пару лет назад. Возраст сказывается. Идет добавленное арбитром время. Бенфика владеет мячом на своей половине поля. Только сейчас следует передача вперед. Шокота борется с 17-м номером. Фабио Коннаваро эту борьбу проигрывает. Заканчивается первый тайм. В первом матче 1-8 финала Кубка UEFA. Бенфика-Интер пока 0-0. Возвращаемся в Лиссабон на Эштадио Далуш. Где местная Бенфика принимает Миланский Интер. В первом матче 1-8 финала Кубка UEFA сезона 2003-2004 годов. После первого тайма счет не открыт 0-0. Наставники играющих команд не стали проводить в перерыве никаких замен. Ну, не знаю, о чем думает Хосе Антонио Камачо. В общем-то, Бенфике не удалось сделать главного. Открыть в матче счет. Хотя нередко португальский клуб был к этому близок. Очень много опасных моментов. Футболисты Бенфики создали у ворот Франческо Тольда, который очень здорово действовал. А что касается Интера, то, судя по всему, итальянцев ход развития событий пока устраивает. Бенфика сразу же с первых минут бросается вперед. Идет в атаку большими силами. Нарушение правил фактически в метре от линии штрафной площади. Это Кордоба ошибся. Ян Вегереев назначает штрафной. Убойная позиция. А это проход Симаус-Оброзы. И нарушение правил против Томислава Шокоты. Ну что, кто будет выполнять это стандартное положение? У Бенфики есть футболисты, которые умеют бить штрафные. Да, конечно же, здесь был фол. И нужно Лиссабонскому клубу пользоваться такими возможностями. Удар мяч попадает в стенку. Атака Бенфики продолжается, но уже не столь она остра. По-моему, Симау исполнял это стандартное положение. Ну и снова нам показывают Хосе Антонио Камачо. Недоволен, конечно же, Симау. Наверняка на тренировках он большую часть подобных ударов реализует. Но здесь в игре не получилось. Интер выполняет штрафной удар практически от лицевой линии. Борьба вверху. Мяч все-таки достается итальянцам. Но они не очень торопятся вперед, не рискуют, не идут вперед большими силами. И уповают на индивидуальное мастерство по бафеме Мартинса и Альвара Рекобе. Передача в штрафную, которая больше похожа на удар, но на удар не слишком опасный. Тольда уверенно забирает мяч в руки. Еще одна атака Бенфики. Очередной фол со стороны итальянцев нарушил правила Хельвика. У него уже есть одна желтая карточка, кстати говоря. Но арбитр Ян Вегереев жалеет датского защитника. Считает, что холл получился не таким уж грубым. И второе предупреждение Хельвику не показывает. Вот здесь вот была возможность проявить поворотом Тольда у Луизао. Но бразильский защитник Бенфики не сумел мяч обработать. Интер уже на отбой периодически играет. И вот сейчас есть у итальянцев возможность для контратаки. Убежит Мартинс. Но откровенный фолл. Мартинс очень быстрый футболист. И вполне мог сейчас выскочить на свидание с Морейрой. Остановлен был защитником Бенфики. По-моему, не без нарушения правил. Но Вегереев оставил этот фолл без внимания. Интер идет вперед. Пас в штрафную. А там никого из футболистов в белых футболках нет. Фабио Коннавара возвращается в оборону. Атака Бенфики. Посмотрите, сколько футболистов Интера принимают участие в оборонительных действиях. Опасный удар. Мяч летел мимо ворот. И не успел подставить ногу футболист Бенфики. Правда, есть сомнения в правомерности его действий. Нет, положения вне игры не было. Шокота выскакивал из-за спин итальянских защитников. После удара Златка Заховича. Чуть-чуть до мяча не дотянулся. Снова Бенфика в атаке. Вообще, по такой игре, конечно же, счет мог бы быть уже и крупным в пользу португальского клуба. Влекло выглядит Интер. Откровенно играет от обороны и делает это не очень-то умело. Многие итальянские клубы в выездных еврокубковых матчах, да и в играх внутреннего чемпионата исповедуют подобную модель, но ведущие итальянские команды и обороняться умеют красиво. А Интер это делает как-то беспорядочно. И вы видите, часто игроки Интера просто-напросто не глядя отбивают мяч на чужую половину поля, даже не помышляя о том, чтобы начать собственную контратаку. Бенфика идет вперед по центру. Дело доходит до удара, но удар получается не точным. Это Тьягу, который часто бьет по воротам Тольда с дальней дистанции, но никак пристреляться не может. Правда, в этой ситуации ему было сложно пробить точно. Двое защитников Тьягу атаковало и явно они помешали ему нанести прицельный удар. Снова Бенфика атакует, теперь уже левым флангом прострел. Не добирается до мяча Захович, зато Тольда вновь блестяще действует, выйдя из ворот. Подавляющее преимущество Бенфики во втором тайме. Да, в общем-то, как и в первом, правда, до перерыва Интер время от времени все-таки контратаковал. Передача в штрафную, и если бы сейчас сумел обработать мяч Златка Захович, была бы стопроцентная голевая возможность у него, а вот так мяч отлетел от ноги Славенца прямо в руки Тольда. Тьягу, передача направо, Симау. Как всегда, Финтит, неточный пас, но мяч остается у Симау Саброзе. Какой великолепный дриблинг, и прорыв Симау останавливает все тот же Томас Хельвик. Нет, извините, это не Симау был. Это 47-й номер Жао Перейра, который на 62-й минуте заменил Жо Ванни. Активно вступил в игру, и Хельвик вполне мог сейчас заработать второе предупреждение. На 57-й минуте Альборо Рикобо покинул поле у Интера. Вместо него вышел другой нападающий аргентинец Хулио Круз под девятым номером. Чуть позже еще одну замену проведет Хосе Антонио Камачо. Мигель Армандо Са покидает поле второй номер. Вместо него появляется пятый номер Роша Кристиану. Желтую карточку заработал Кристиану Дзанетти на 74-й минуте встречи. Бенфика продолжает стремиться вперед. Интер вот сейчас вроде бы поактивнее стал контратаковать. Ян Вегерев через раз примерно показывает горчичники провинившимся футболистам. Хотя и вот этот вот швол Заховича, наверное, заслуживал предупреждения не устного, а письменного и занесенного в протокол. 15 минут до финального свистка. Бенфика-Интер. Счет не открыт 0-0. И это, понятное дело, хозяев не устраивает. Ян Вегерев проводит воспитательную работу теперь уже с Хулио Крузом. Камачо злится на судью. Бенфика продолжает атаковать. Жао Перейра. Но вы видите, что Перейре просто надоело то, что делает Хельвик. Датчанин постоянно не успевает и постоянно нарушает правила. Но Ян Вегерев по-прежнему лоялен. Штрафной удар выполняет Армандо Петик. Подача в штрафную. Здесь сразу двое футболистов Бенфики боролись на втором этаже. Высоченный Луизао попытался пробить головой, но мяч в створоворот не полетел. Да, удар-то нанес даже не Луизао, а пятый номер Бенфики, вышедший на замену Роша Кристиану. За 10 минут до финального свистка Златко Захович покинул поле. Вместо него вышел Фернандес Мануэль, 37-й номер. Так вот Камачо пытался хоть каким-то образом заставить свою команду забить. Очень много опасных моментов Бенфика создает и очень мало реализует. Бенфика фактически второй по силе клуб Португалии. По Порту Лиссабонский клуб, откровенно говоря, уступает в классе. Но второе место Бенфика занимает железно. Давно уже в кризисе находится другой столичный клуб, Спортинг. Никак не удается ему вернуться в это состязание за чемпионство. Стать по-настоящему серьезным конкурентом для Порту и Бенфики. Хозяева продолжают атаковать. Здорово играет Тольда на добивании. И вновь Тольда просто феноменальный сейв совершает. Но я не знаю, как итальянский галкипер среагировал. Сначала Петит пробил издали. Тольда парировал. Шокота. Казалось, уже бьет наверняка. И Тольда успел подняться с газона. И встать на пути мяча. Ну, понятно, раздражение Тольда. Защитники обязаны были его страховать. А они этого не сделали. Позволили хорватскому нападающему Бенфике пробить. И, в общем-то, наверное, именно Тольда следует назвать лучшим игроком сегодняшнего матча. Если бы не он, Интер вполне мог проиграть с таким счетом, который оставил бы итальянскому клубу совсем мало шансов на продолжение борьбы. На выход в одну четвертую финала Кубка УЕФА. Неумышленно здесь Шокота попал ногой по голове итальянского защитника. А мы смотрим еще один повтор этого блестящего сейва Франческо Тольда. Спас он свою команду. И не раз в этом матче. Интер уезжает из Лиссабона. С неплохим результатом. 0-0 на выезде. С надеждами на то, что удастся выиграть дома. Да, в общем-то, Интер небольшое преимущество получает. Правда, вот в Милане итальянцам нужно будет обязательно побеждать. Поскольку любая результативная ничья будет на руку Бенфики. Так что и команде Хосе Антонио Камачо расстраиваться рано. Звучит финальный свисток. Зафиксирована ничья в матче Бенфики и Интера. 0-0 на этом все. Сегодня для вас работал все.